добрый день добрый день дорогие друзья добро пожаловать на мой youtube канал и в этом видео я расскажу вам про полнолуние которое случится с нами 27 ноября поэтому присаживайтесь поудобнее я буду рассказывать дорогие сразу замечу что если у вас есть персональный вопрос оставляйте его в комментариях под этим видео но обязательно пишите дату вашего рождения время вашего рождения и место вашего рождения ну и конечно же сам вопрос потому что различные подсказки посмотреть подглядеть я не могу так работать мне нужен четкий вопрос от вас так я буду понимать ценность для вас этого вопроса и все ситуации которые происходят а если же вопрос у вас персональный вы не хотите чтобы его видели все те люди которые смотрят это видео читают посты в шапочке профиля и ссылочка на сайт там переходите в любой мессенджер спрашивайте задавайте вопросы записывайтесь консультацию и будем разговаривать с вами лично ну что мои дорогие поехали итак 27 ноября полнолуние в знаке близнецов солнце будет в соединении с марсом квадратуре с сатурном квадратуре слилет и я бы так сказала что на момент полнолуния на небе сложится такая достаточно не очень простая и приятная комбинация которая прямом смысле если обычным не астрологическим языком да которая заставит нас пахать можно было бы конечно быть очень пессимистичны и добавить нотку дегтя сказать что мы будем не просто пахать но еще и страдать переваривать бурю эмоций все переживания впечатления но вот такой уж полнолуние это последнее полнолуние которое будет осенне то есть следующая полнолуния у нас уже будет зимой да в астрономической зиме зиме то есть она уже случится после зимнего солнцестояния поэтому здесь мои дорогие важность важность этого полнолуния мы не можем не заметить и не отследить да мощная жесткая комбинация на самом деле который заставил заставляет нас потеть который заставляет нас пахать не думать а пахать именно делать и здесь как раз таки многие разделятся на два лагеря да те кто делают молча пашут перебирают эту гору эмоции да то есть вкладываются грубо говоря свои последние силы уходящего 2023 года можно и так сказать потому что следующий лунный цикл уже будет совершенно совершенно на другой волне да среди награды меркурием поэтому здесь этот лунный цикл либо пашут либо второй лагерь кто эмоционирует агрессирует потому что напоминаю солнце будет в соединении с марсом и здесь захочется здесь очень сильно захочется поагрессировать быть злым даже ударить потому что напомню солнце с марсом будут в этот момент как раз таки находиться в стрельце а это знак который если что-то не получается если не получается работа если не складывается мировоззрение если не получаются по поездки проекты да то есть если работа не спорится и все то что задумано в планах даже все то что мечты надежды и желания они не осуществились есть вторая сторона вот одни люди начинают прям вкладываться еще больше и понимать что это труд что надо трудиться и другая же категория людей которые начинают предъявлять претензии всем злиться обижаться спорить ругаться даже уходить потому что напоминаю полнолуние будет как раз таки затрагивать ось близнецы да луна будет в близнецах близнецы стрелец а это на секундочку на секундочку скажу себе комбинация такая очень огненно воздушная когда можно легко нахамить когда можно легко все загубить да то есть можно все свои труды разрушить быстро самое важное за что отвечает еще да за что отвечает еще стрелец солнце будет стрельце да то есть можно своими действиями агрессивными да разрушить одно из главных что есть в работе это даже не деньги можно своими движениями разрушить свою репутацию то есть все те проекты все то что было сделано вложено да то есть можно это все перечеркнуть поэтому дорогие мои опасности которые затронуть именно в это полнолуние это как раз таки можно испортить свою репутацию можно как раз таки загубить все свои проекты которым ты занимался можно эти проекты задвинуть долгий ящик перестать их делать там я не знаю если это какие-то бумажные умственные интеллектуальные труды это можно все на худой конец сжечь да в прямом смысле потому что солнце будет соединение с мартом и здесь с марсом здесь конечно же хочется все сжечь прям мощно разорвать выбросить но дорогие мои остановитесь так делать не надо пройдет это время на уходящем именно в этом лунном цикле до который начнет потихоньку убывать луна и до 12 декабря будет уходящая фаза до буду две уходящие фазы этого лунного цикла и здесь конечно же конечно же третья неделя будет тоже сложновато то есть неделя после полнолуния будет сложновато еще складывается тем что там будет разворачиваться нептун до планеты эмоций планета надежд любви ко всему миру и тому подобное да но не волнуйтесь следом после нее неделя последняя неделя перед новым лунным циклом декабря она очень классная она классная для работ где можно будет как раз таки продолжить свою деятельность да то есть а если ваша работа связана с такими мощными проектами которые не требуют там воображения творчества да то есть те проекты которые не требуют вдохновения ими спокойно можно заниматься после полнолуния в этой уходящей неделе лунного цикла поэтому не переживайте мои дорогие в работе в работе это полнолуние точно может наломать очень много дров и сразу вам скажу на момент полнолуния и несколько дней до и несколько дней после будет сложно в работе будет казаться как будто все стоит на стопорах но опять же опять же это я говорю общую информацию для всех людей на планете для каждого знака зодиака если у вас персональный вопрос вы знаете где его оставить поэтому мои дорогие не воспринимайте все угловато то что я говорю для всех потому что это общая информация а для отдельно каждого человека я говорю на персональных индивидуальных консультациях поэтому имеем это в виду до что один грубо говоря миллиард или там 800 миллионов рыб на земле не могут иметь одинаковый сценарий жизни то есть это пожалуйста понимаете и осознавайте в целом в целом сложная полнолуния сложная полнолуния с чем связано момент в жизни такой настал необходимо понимать что для тебя важно что нет какие-то слова говоришь какие-то произносишь а с кем ты дружишь с кем ты общаешься какое окружение ты имеешь какую работу профессию ты имеешь да какое состояние внутренне у тебя на этот момент потому что очень сильно будет интуиция работать в это в это полнолуние поэтому прислушивайтесь к индуиции очень много информации будет идти с подсознания поэтому спите если получится опять же помним что само само полнолуние это момент когда мы плохо спим да мы плохо едим либо же у кого-то там две крайности как обычно кто-то сильно много ест заедает нервы и стресс да кто-то наоборот отказывается и от еды здесь в принципе понятно так как здесь будет квадратура мощная квадратура сатурном кто-то уйдет в пахоту пахать еще больше да кто-то наоборот скажет все я не могу я устал запал закончился энергия ушла да все я отдохну это это нормально если вы чувствуете что энергии злости много что сходите в спортзал прекрасно сходите побегайте по мутусти гирю поругайтесь там я не знаю под музыку что вас никто не слышал чтобы стало хорошо сбросьте этот агрессивный запал потому что но он будет надвигаться эмоций будет настолько много что захочется прямо естественно перенести все это дело в семью семью переносить не надо почему потому что семья любимые близкие это те люди которые нас поддерживают когда у нас везде как говорится плохо поэтому дорогие любим и оберегаем своих любимых не несём домой как говорится ссоры дичь не переживаем что ну вот пройдет это время пройдет да не портим настроение близким поэтому дорогие мои если подытожить работу пиарится рекламные проекты творческие проекты заграничные проекты поездки мероприятия все что связано с повышением мышления повышение образования внедрение образовательных проектов да да и только да здесь будет идти только на пользу и будет только получаться да сложно да не с первого раза как будто этот проект ждал очень много и долго времени но пора пора как говорится внедрять и так кого затронет полнолуние естественно полнолуние затронет обычно женщины всегда реагирует остро понимать что есть полнолуние да в женщины потому что лунный цикл и женский цикл это одна и та же проекция все люди у кого сильная в натальной карте луна раки естественно всегда чувствуют раки полнолуние новолуние то есть у них вот от фазы луны зависит вот их психоэмоциональное состояние напрямую да у кого в натальной карте сильная луна асцендент в раке те кто раки по гороскопу в прямом смысле а также близнецы львы очень мощная энергия будет львов у львов будет очень сильно агрессивно мощное состояние поэтому дорогие мои львы лучше делать чем ругаться злиться и все порти до близнецы закончится все бросить потому что близнецы тот знак который не может очень сильно пахать нет такой внутренней пахоты у близнецов до близнецам будет очень тяжело близнецам будет очень тяжело потому что сатурн квадратурой будет прямо разрушать поэтому здесь стиснув зубы дорогие близнецы понимаем что момент пройдет на либо же начинаем ну вот пахать Чуточку больше, чем оно есть, потому что, как говорится, аспекты, которые складываются в натальных картах, они не просто так и есть в натальных картах. Это говорит о том, что те сложности, которые в жизни даются, что есть энергия для того, чтобы эту ситуацию прокультивировать, пережить. Многие просто не хотят, в силу того, что привыкли жить в лене, в силу того, что ну вот как-то так сложилось, да и зачем это надо, будет же много осуждения, тому подобное, будет много косых взглядов, кто-то не поймет, а зачем это вообще нужно. То есть отговорок очень много всяких разных, да. Кому так же будет сложно, будет сложно. Скорпионам будет сложно козерогам. Почему? Потому что Лилит, она прямая проекция, черпает энергию от Плутона Скорпиона, да, поэтому, мои дорогие Скорпиошки, но для вас это ваши стихи, и в полнолуние у вас наоборот вообще все ого-го. Поэтому здесь держайте, у Скорпионов будет, нисколько сложно будет у тех Скорпионов, кто ничего не делает, а те, кто хоть мизер стартует, потому что у Скорпионов, в принципе, по жизни всегда сложнее, чем всем знаком зодиака, но еще и козерог, конечно. Козерогам тоже будет сложно, но козероги тоже умеют пахать, поэтому Скорпионы и козероги вам пах, это только на пользу, поэтому включайтесь, много ситуаций вырулить в плюс, энергии будет очень много. Не сказала про Овнов, у Овнов на самом деле будет тоже мощное активное состояние, Овны можете вырулить все проекты, все дела, которыми не складывалось, складывалось, как не хотелось, как не получалось, то есть у вас будет, я бы сказала, такой карт-бланш, и все будет зависеть от вашего настроения. Будет оно оптимистично настроено, тогда получится. Если же вы изначально начинаете какой-то проект, какое-то дело, и вы понимаете, что, блин, вряд ли получится, даже не буду начинать, значит, не начинаете. Просто идите в спортзал, мутусь тигерю, кричите, бегайте, я не знаю, скользите, занимайтесь любым выбросом энергии, но просто знайте, что необходимо понять, что если вы хотите что-то начинать, то начинать в работе именно нужно. Да не только Овну говорю, говорю всем, кто увидит еще это видео ранее, чем полнолуние, и в сам день полнолуние тоже нормально, и в следующий день после полнолуния тоже нормально. Если вы собрались что-то начинать, начинайте, как раз-таки начало недели рабочей, трудовой, начинайте, ну сколько же можно уже сидеть, да, потому что в декабре мысли и эмоции будут совершенно другие. В декабре уходящий год всегда наступает на пятки ощущение праздника, что нужно энергию вбухать там куда-то в другое, подвести итоги. Нас постоянно все отвлекает, плюс там еще ретроградный Меркурий, разворачивается Нептун, Юпитер и тому подобное. Все это будет отнимать очень много сил. Уходящий год будет совершенно на другой волне, месяц уходящего года, поэтому вот это тот самый момент, если вы хотите что-то начать. Люди деловые, люди трудовые, те, кто хочет сделать в этой жизни чуть больше, чем у него есть, те, кто хочет заработать, подняться на уровень, на другую ступеньку социального статуса выше, чем есть. Да, ребята, таких людей на самом деле немного. Такие люди понимают, что они хотят жить другой жизнью, и это как раз-таки то самое время, когда надо стартануть. Да, тяжело в учении, легко в бою. Сложно сейчас, будет легче потом. Но если вы закалитесь сейчас, да, в этом, как говорится, труде, в этих эмоциях, нормально, да, сложно. А что делать? Вообще идти, как говорится, путь войны избрать, идти жить своей жизнью, это такая интересная позиция, ответственная позиция, когда много-много получаешь по щам, да, но при этом, но при этом необходимо понимать, что ответственность только на тебе, но ты хочешь жить так, как ты хочешь жить. Поэтому, дорогие мои, любимые, если уж собрались, не надо долго собираться, делайте, делайте, и эта полнолуния как раз-таки на это нацелена. Что касается личной жизни в это полнолуния, то здесь, конечно же, Венера на момент полнолуния будет в соединении с южным узлом, и здесь, конечно же, полезут, полезут все истории с прошлой жизнью, все скелеты со шкафу, все невысказанные эмоции, претензии, на благо Меркурий будет в прекрасном, прекрасном положении, который поможет это разрулить. Но Меркурий будет слегка такой, я бы так сказала, в розовых очках, поэтому, мои дорогие, когда захотите выяснить отношения, снимайте розовые очки. Будьте максимально честными, да, Сатурн немножко злой, это правда может не понравиться, это правда может не понравиться, но здесь нужно прям понимать. Вы идете дальше, вы понимаете, что, возможно, те слова, что вы скажете и вам будут сказаны, вам не совсем-таки понравятся, но необходимо уже это услышать, в этом разобраться, это обговорить, понять и пойти дальше, да. Конечно же, без манипуляций никуда, никуда без манипуляций. Здесь, как говорится, любые отношения строятся на этом, манипуляция, любовь, деньги, секс, жизненная позиция, я хочу жить так, как я хочу, я не живу, как я хочу, предъявление претензий партнеру, больших и мощных претензий, в том числе и манипуляций, здесь история, конечно же, такая, я бы сказала, со звездочкой. Поэтому, дорогие, понимаете, чем честнее и правдивее вы будете самими с собой, со своим партнером, тем быстрее разрулится вот эти непонятные ситуации, ситуации скелета в шкафу, ситуации недомолвок, недоговоренности, прошлых разрывов, прошлых воссоединений, которые прошли потом дальше по сценарию, который вам не совсем понравился. Поэтому здесь, понимаете, особенно люди семейные, люди семейные, особенно понимаете, всю ответственность перед этими отношениями, совместно прожитые годы, количество детей в браке, вообще, в принципе, наличие детей в браке и тех самых счастливых моментов, которые у вас есть. Почему? Поголовно, первая тема, как реализоваться, куда пойти, где работать, и вторая, очень мощная, наверное, она уже бьет все рекорды у меня в комментариях под всеми видео, если вы посмотрите. Большинство девочек интересует личная жизнь, что делать дальше? Многие собрались на развод, многие устали, многие сдаются. Забыть, что личная жизнь, семейная жизнь, это прям работа, и это прям труд, и это прям вкладывание души, эмоций, энергии. Это постоянное собрание, собирание всех вместе, это постоянные организации праздников, семейных вечеров и тому подобное, совместных времяпрепровождений, всем хочется провести, это интересно. Поэтому, дорогие мои, да, это постоянный компромисс, личная жизнь, любовь и счастье, особенно тех пар, если вы спросите, которые прожили там 20 лет и более, да, которые прожили все квадратуры, развороты, полуразвороты, там, уранов, да, вот этих сложных моментов, когда я захотела все, ах, развод и все, да. Те люди, кто вот устояли вот в эти шаткие моменты, они все говорят, что личная жизнь, это, конечно же, понимание, что ты с тем самым человеком, и что вы вместе проходите эти трудности, когда вы понимаете, что это труд, что это ответственность, но при этом, при всем трэше, который происходит вокруг, хочется остаться вместе, да, то есть обниматься. Поэтому, дорогие мои, понимайте, хотите ли вы обниматься с этим человеком в трудные моменты вашей жизни, или вы все-таки хотите обниматься с купюрой денег? Конечно же, хорошая фраза, плакать лучше в своем, там, дорогом Ламборгини, да, но не совсем я с ней согласна, я бы так сказала, не согласна я с ней, потому что, потому что Ламборгини тоже ломается, и он не такой классный, и душевного тепла в нем нисколько нет, и мое личное мнение в жизни должно быть интересно, но еще раз говорю, еще раз говорю, да, у каждого своя натальная карта, да, то есть я смотрю на натальную карту вашу, на вашу совместимость, и вижу, что вам с этим человеком должно быть хорошо, что с этим человеком вы максимально пройдете жизненные уроки, и достигнете того, чего хотите, а вы же мне иногда говорите, что нет, это совсем не так, вот от меня требуют этого, вот этого и вот этого, еще раз говорю. Партнер, личная жизнь, тот человек, который находится с нами, это тот самый человек, который максимально нам показывает все наши плюсы и минусы, и минусы тоже, мы все хотим убежать и не видеть свои минусы, мы все хотим быть идеальны, ну, такая ловушка, ловушка, да, которую нам показывают постоянно соцсети, где там все вокруг людей идеально, такого нет, ну, правда, у всех в семье происходят разные моменты, вообще скажу так, классно и беззаботно жить, когда ты один, когда ты один, вообще все классно и прекрасно, но когда ты выходишь замуж, рожаешь детей, там, одного, второго, третьего, четвертого, кошка, собака, когда ты вот этим вот обживаешься, и ты понимаешь, что, блин, а классно-то и беззаботно было, когда я вот один был, тогда все, и деньги шли, и все было классно, куда бы ни поехал, все было бы хорошо, и все так складывалось, да, потому что ты был один, у тебя не было ответственности, у тебя не было хлопот, и, как говорится, ты мог и в поезде переночевать, и все, да, а когда ты с семьей, ты понимаешь, какой уровень комфорта тебе нужен, ты понимаешь, что тебе необходимо, когда ты в отношениях, ты понимаешь, как вот классно должно быть, да, поэтому, выходя из отношений, понимайте, потому что это полнолуние будет горячим, выходя из отношений, понимаете, что выходя из этих отношений, в уровне своем, в своем уровне развития, в профессиональном, в личном, духовном, вы опять идете на шаг назад, придут новые отношения, это необходимо заново строить, это не от лени, я говорю, нет, то есть это опять тратится время на то же самое, на те самые стыковки, притирки, договоренности, и все равно в новых отношениях необходимо договариваться, это я говорю всем тем, кто хочет вот так легко и просто быстренько, оп-оп-оп, на развод и до свидания, ребят, конечно, можно, это ваше право, это ваше право, мир сейчас вообще идет к тому, чтобы сойти с ума, да, безответственность, она везде, но я за то, чтобы у каждого из нас была ответственность, и это полнолуние как раз таки про ответственность, насколько мы готовы держать ответственность перед своими делами, перед своими поступками, бизнесом, реализацией, личной жизнью, финансами, семьей, детьми и тому подобное, да, то есть насколько мы еще держим обязательства, наши слова, потому что близнецы и стрелец это как раз таки интеллектуальные знаки, да, которые повышают наше мировоззрение и рост, то есть в обычных бытовых ситуациях, сговариваясь и договариваясь, мы растем в профессиональной сфере, вкладывая всю свою мощь, всю свою силу, всю свою энергию, мы растем еще дальше, трудясь, когда не хочется трудиться, когда хочется бросить, на последнем вот желании, уже нет желания, уже просто пахота, но мы продолжаем, мы идем дальше, потому что есть ответственность, и мы понимаем, сколько сил туда уже вложено, потому что, ребята, бросить можно легко, можно закрыть все, и бизнес, и фирму, и проекты, и дело жизни, перестать писать картины, решать, заниматься, забить на все, это легко, как я всегда говорю, сдаться это очень легко, но вот продолжать это сильно. Дорогие мои, вот такое мощное, интересное и в то же время сложное будет ближайшее полнолуние. Этого, я бы сказала, предпоследнего лунного цикла, который с нами случится в 23-м году, следующий лунный цикл начинается с 12-го декабря и заканчивается уже в январе 24-го года. Эмоции, энергии как раз-таки складываются. Пограничный месяц между Скорпионом и Стрельцом. Месяц сложный, в принципе, в своем всегда, в истории, в истории Земли, в истории планеты. Месяц всегда сложный, очень много таких мощных событий, организованности, неорганизованности, да, в этот месяц. Поэтому здесь, пожалуйста, понимайте, что в вашей жизни есть, за что вы держитесь, за что вы боретесь, куда вы идете. Без этой философии вообще, я вам так скажу, в эру водолея никак, да. Ребят, эра водолея у каждого будет своя, но ответственность, куда вы идете, персональная реализация. В эре водолея невозможно будет жить обычной домохозяйке, быть без развития, без реализации, без мозгов, с желанием. Я просто такая вот мама в декрете и вот просто вот ничего не хочу делать. Ну, есть реализация в жизни, мама, воспитать детей, дать образование, заниматься с детьми, да. То есть это тоже реализация. Ни в коем случае, ни в коем случае мы не обнуляем профессию, профессию материнства, да. Мы ни в коем случае не обнуляем материнство и как раз таки, когда занимаются там воспитатели, детьми, это очень важно, это очень важная профессия в наше время и быть домохозяйкой это тоже труд, но мы идем в эру водолея, это интеллектуальный знак, где необходимо интеллектуальное развитие каждого человека, понимать, потому что век цифровизации идет и эти все алгоритмы необходимо понимать каждому, потому что все те, кто не будет это понимать, ну наступит быстрое вот такое вот старение, различные инфекции будут приходить, будут приходить различные, я бы так сказала, даже катаклизмы будут происходить, да, потому что мы наступаем буквально, буквально вступаем в ближайшие 12 лет, ну такой глобальной солнечной активности, да, где мы услышим очень много извержений вулкана, то есть в прямом смысле будет такое глобальное потепление, активность, яркость, проявление, и это складывается естественно на нас, людей тоже, не только на природу, не только на климат, мы в этом во всем живем, но и на каждого человека, поэтому здесь будет у всех момент и возможность проявиться, реализовать себя, сделать то, что мы хотим, для чего мы каждый пришли сюда, чтобы привнести полезного для этого мира, в этой жизни, да, поэтому, мои дорогие, вот на такой ноте заканчиваю рассказывать про полнолуние, следующие гороскопы уже будут на 24-й год, персонально для каждого знака зодиака, куда мы идем, стремимся, годовые прогнозы и тому подобное. Дорогие друзья, это все, что я хотела вам рассказать про полнолуние, которое случится с нами 27 ноября, если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте здесь комментарии, я на них обязательно отвечу, спасибо, что были здесь, досмотрели это видео до конца и в конце ролика обязательно прикреплю гороскопы на декабрь уходящего 2023 года, они вышли уже почти все, ищите в ссылочке свой знак зодиака и смотрите, желаю вам удачно завершить уходящий 2023 год. Субтитры создавал DimaTorzok